Долги за коммуналку будут высчитывать из зарплаты. Так в мэрии Покровска решили бороться со злостными неплательщиками. На сегодняшний день за свет, газ и воду горожане задолжали 50 миллионов гривен. Теперь эти абоненты могут лишиться части дохода. Законно ли это, выясняла Дарья Захарова. Хозяева! Работники водоканала пришли отключать должников в частном секторе Покровска. Однако к коммунальщикам никто не выходит. Хотя до этого абонентам неоднократно приносили уведомления о задолженности. 1631 гривен 92 копейки. Это на 1 сентября 2017 года. Чтобы добраться до водопровода возле дома должника, экскаватор роет яму. Это первый этап отключения. Буквально через несколько минут к коммунальщикам выбегает испуганный хозяин. Говорит, долги за воду накопили предыдущие владельцы дома. Мужчина готов сразу оплатить начисленную сумму. По-любому оплачу. Сказали 2-3 дня и все. Чтобы избежать отключения в горводоканале, предлагают должникам погашать накопившуюся сумму частями. Абонент приходит с документами, с паспортом, с кодом и заключает договор на всю сумму задолженности. Мы уже в зависимости от суммы разбиваем ему на определенный период до 3 лет. Еще один вариант борьбы с должниками предлагают в горсовете. Чиновники планируют высчитывать у горожан долги за коммуналку из зарплаты. Если человек не трудоустроен или где-то ему не позволяет, то описывается квартира, идет уже изъятие в счет погашения задолженности. Если человек трудоустроен, имеет достаточную зарплату, то, соответственно, дело исполнения отправляется на предприятие, где уже потом идет погашение, непосредственно высчитывается всего заработной платы. Покровчане такую идею не поддерживают. Как это зарплаты? Пришел, зарплаты нету банковать. В моем мнении не надо этого делать, не надо было поднимать коммуналку. Это дорого очень. У людей не такие зарплаты, чтобы платить за нее. Юристы уверяют, взыскать из зарплаты долги за коммунальные услуги могут только по решению суда. Государство имеет право взыскать из человека ту сумму, которую он не воплотил. Также аналогично на него могут повесить пеню. Взыскивается, в основном данный долг, возможно, взыскивается через суд без вызова сторон. Если человек не работает нигде и у него есть какие-то счета, по решению суда взыскивается этих счетов. Зоя Николаевна уверена, за коммуналку можно платить меньше, если все экономно расходовать. Экономить можно, если есть желание, и следить за этим. Потому что я это уже проверила на себе. Как? Как. У меня в прошлом месяце было 15 кубов за воду. Напор большой включаю. А в этом месяце я сделала экономно, поменьше напор. Я 3 куба использовала. За коммунальные услуги жители Покровска задолжали 50 миллионов гривен. Дарья Захарова, телеканал Донбасс.